Всем привет! Сегодня 9 июня, понедельник. Удалось посмотреть фильм на грани будущего, или за гранью будущего, где Ники Круз играет в главной роли. Не в экшн, но неплохой фильм, рекомендую, можно посмотреть. Меня вновь удивила и в то же время укрепила ситуация, когда нужно жертвовать собой и без пожертвования. Даже своей жизнью, готовностью это сделать, некоторые задачи никогда не решишь. Особенно очень важные задачи, связанные на грани жизни и смерти, находящиеся. Очень трудно решиться на этот шаг, даже внутри себя принять это решение. К этому нужно готовиться. Когда ты к этому готовишься, ты можешь ощутить, что ты не готов к этому, и ты не сможешь подготовиться никогда. Но удивительно, если вы готовитесь к этому, придет час, минута, тот момент, и вы окажетесь готовы. Это будет для вас удивительно. Когда в этом фильме многие должны были пожертвовать собой, Ситуация вынуждала их вести себя по-разному. Одни раздражались, другие боялись, третьи в ярость впадали. Такие самые разные состояния люди испытывали. И, знаете, это не проблема. Не проблема, что ты испытываешь самые разные чувства. И вот это не слабость, это тренировка, без которой невозможно научиться. От нас не зависит последний момент, чтобы произошло то, что мы хотим. Но от нас зависит процесс подготовки. Что можем сделать, все, что от нас зависит, это надо делать. Именно это запускает такой механизм во Вселенной, в мире, который в тот момент, когда мы все отдали, совершает то, что, кажется, этот огромный механизм не мог бы совершить всегда, где мы являемся такой маленькой частью этого мира. Но без нас, без маленького нашего вложения, этот большой механизм никогда бы не запустился. Надеюсь, вы ловите эту тему важную. Я пытаюсь закрепить ее сам, проговаривая ее сейчас, после просмотра этого фильма. Она меня вдохновляет нереально. Я начинаю понимать, что все-таки, делая все, что от тебя зависит, и понимая, что этого будет всегда недостаточно. Но мир создан таким, что именно делая все, что от тебя зависит, ты притягиваешь, привлекаешь такие силы, о которых даже не догадываешься. Или догадываешься иногда. Но эти силы в тот самый момент и происходит чудо. Я вдохновлен нереально этой мыслью. Проект День Добрый, который мы стараемся двигать, создавать международные движения, это дело неподъемное для нас. Но мы будем делать все, что от нас зависит. И я уверен, когда закончатся наши силы, когда мы сделаем все. И скажем, ну... И вот в тот момент начнут происходить какие-то события, они и так будут происходить в процессе нашего движения, действия, усилий. Просто мы не будем часто видеть вот этого многообразного движения. Но результат в виде чуда обязательно произойдет. С верой в это мы идем вперед. С верой в это мы решаем личную проблему, какую-то общественную, мировую, или еще какую-то в компании, в семье, неважно какую. В этом суть проекта День Добрый. Мы творим чудо. Нет, я даже неправильно сказал. Мы чудо сотворить не можем, но мы готовим условия. Эти условия помогают произойти чудо. Мне кажется, сама Вселенная, Бог, могут, конечно, совершить чудо и без нас, но наши усилия – это то маленькое вложение, без которого, знаете, это так же, как вот кнопка в замке зажигания, это большая машина. Надо же, ключик этот, джик, и оно завелось там. На кнопку нажал, и где-то взрыв происходит. Все начинается с очень маленького. С одного маленького усилия. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте проект День Добрый. С вами был Евгений Сарапулов, мистер Тонус. Мы преобразуем негатив в позитив, делаем это практично и с пользой для нашей жизни.